Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я один из моих подписчиков, моих бро Из моей супрем-банды И я думаю, вам стоит самим увидеть то, что он написал мне Окей, бро, сейчас вы увидите, что мне написал бро из моей супрем-банды Он мне написал это в директ в инстаграме Кстати, бро, подписывайся на мой инстаграм И там выходят очень страшные фотографии Я уверен, тебе они понравятся И также, бро, пиши мне в директ И я отвечу именно тебе Как вы видите, я ответил своему бро и вот что с этого получилось Поэтому пиши, отвечу именно тебе И вот что мне написал директ Привет, бро, пожалуйста, ответь Буду честен, я не сразу прочитал это сообщение Потому что был занят И я отвечал другим бро из супрем-банды Но я ответил Но я ответил и с позитивом Привет, ответил После чего он мне написал Я должен тебе кое-что рассказать Это очень страшно И естественно, меня это заинтересовало И я тут раз я уже сразу же ему ответил Ну, ты пропал из сети На самом деле, правда, он как только это написал, пропал из сети И вернулся на сети через пару минут После чего он мне пишет Я здесь И дальше начинается сама история Которая он мне рассказывает Два года назад моя семья купила телевизор Мы жили очень, очень бедно Поэтому денег ей хватало на самый дешевый телевизор Мы были очень рады нашей новой покупке Но, как оказалось, не все дешевое, хорошее Я это, кстати, бро, очень часто вам говорил Чтобы вы запоминали Все дешевое, либо будет очень мало работать Либо с ним что-то не так Отец мог очень долго смотреть телевизор Чуть ли не до утра И в один момент, ровно в 3.00 ночи С телевизором что-то случилось Он начал выбивать помехи Отец испугался и не рассчитал силу И очень сильно ударил этот телевизор После чего он просто показывал синий экран И больше ничего Мы все пытались его настроить, что клацали на нем Но мастера у нас не было денег Поэтому приходилось своими силами все чинить Мы уже и забыли про тот телевизор Ведь он же не рабочий Как у нем толк? Но, я как сейчас помню 3 января Мои родители уехали к друзьям Ведь это же были праздники И я остался сам дома Мне было скучно А спать было очень страшно Поэтому в моих планах было сидеть всю ночь Но, чтобы было не так страшно Я решил включить телевизор Хоть и обычный синий экран Но это иногда даже успокаивает Когда слышал странные звуки, думал, что это был телевизор Я не спал И играл с игрушками На фоне работал телевизор Было примерно 2 часа 59 минут ночи И телевизор потух Потухло все Я подумал, что пропало электричество Но ровно в 3 часа ночи телевизор включился Синего экрана уже не было Были помехи и странные звуки Как будто кто-то мечит от боли Я выключил телевизор и спрятался в шкафу Вот, вот это был реальный экшен Я не представляю, что бы делал я Если бы я был в этой ситуации Что пропал свет С тем включился сам телевизор И были какие-то помехи Что-то не было показано Я бы, наверное, сходил в туалет под себя Потому что это было бы реально ужасно Да еще и сам дома Иногда я слышал, как кто-то ходит по коридору Так я и уснул там Капец Наутро у меня нашли родители Я им рассказал это И они спрятали этот телевизор На этом история его закончилась После чего мы начали с ним переписываться просто Я отписал Я был под впечатлением Я был в большом шоке Я просто написал Ого Это ужасно На что он ответил Я видел твои видео про тот мистический телефон и ноутбук Которые я выложил совсем недавно Я бы мог по почте отправить тебе этот телевизор Он увидел мои видео и захотел отправить сам свой мистический телевизор мне Чтобы я сделал об этом видео И показал его всей Супримбанде Была не была Я должен взять этот телевизор и сделать по нему видео Мне реально было интересно Что же это за телевизор такой адский Я ответил Ладно Я согласен После чего он мне написал Хорошо напиши мне свой адрес куда отправлять И я написал И вы не поверите Переписывались мы об этом где-то Неделю назад И пока посылка пришла с России в Украину Прошла где-то неделя Сейчас дома у меня эта посылка И я не знаю ли он меня обманул Либо еще что-то Но в той коробке что-то очень тяжелое Я ее еще не открывал Специально берег для видео И я думаю пришло время сейчас ее открыть Окей про вот коробка с тем телевизором Как я думаю Вот эта вот коробка Она очень тяжелая Но я думал что телевизор будет плазменный И как бы она должна быть плоская Как-то очень странно это все Вам не кажется так Что там какой-то не тот телевизор Окей нужно принести еще один столик Чтобы поставить туда телевизор Если честно про меня немного страшно Потому что я не знаю что там Возможно там даже не телевизор а что-то еще хуже Но все же я рискну я открою эту коробку Мы посмотрим что там Так есть все от скотча мы избавились Теперь у нас осталась только сама коробка Давайте-ка ее откроем Здесь реальный телевизор А что если эта история была правдой Он очень потертый в пыли Он жесть какой старый походу К нему еще в коробке лежали какие-то ништяки Вот эта вот антенна это очень старая антенна Которая цеплялась к телевизорам И он показывал В принципе давайте вставим посмотрим Здесь нет укрепления Поэтому она почти сразу же падает Окей бро Вот он этот адский телевизор О котором нам писал мой подписчик Мой бро Один из наших из супрембанды И сейчас этот телевизор у меня Давайте-ка его включим Посмотрим что там есть Окей бро я вставил его в резетку Но я очень ссыкую его включать Ну а все же давайте попробуем Может в этом вообще обычный полуманный телевизор Здесь просто тупо синий экран И больше ничего Еще очень странный факт для телевизора Что здесь нету пульта Хайзай нам этого телека Приходилось переключать все вот здесь Каналы, громкость Каждый раз вставать из дивана и переключать Это что-то переключает Окей бро Ничего не понятно что с этим телевизором не так Нужно дождаться я думаю ночи И посмотреть Окей бро Телек этот сам по себе страшный Ну а как писалось в переписке Настоящее его свойство начинается в 3 часа ночи Поэтому я думаю нужно дождаться ночи и поставить камеру которая будет всю ночь снимать Это телевизор у меня есть такая Эта камера будет снимать телевизор всю ночь Он будет работать это будет снимать И мы посмотрим ли что-то изменится в 3 часа ночи Окей бро в принципе я уже все настроил Сейчас уже вечер В 8 часов вечера Теперь здесь стоит телевизор А вот и лежит камера Она будет всю ночь его снимать вот так вот И посмотрим ли что-то с этого получится Если честно мне кажется что это все бред и ничего не получится И нас просто обманули Прислали какой-то нерабочий телек Почему-то у меня интуиция это мне подсказывает Но давайте все же проверим Поэтому включаем камеру Так все бро окей на часах 10 часов вечера Сейчас будет ночь Я буду спать в другой комнате В той Здесь я не буду точно спать Потому что мало ли что с этим телевизором Тем более он очень сильно на свете Окей бро встретимся уже утром Пока Окей бро сейчас где-то 12 дня Как я вижу телевизор все еще работает Я не думаю что нам все перестало работать И нас просто обманули Но все же давайте-ка встанем на камеру На которую я снимал Что ж бро вот это телек Давайте посмотрим что на нем было в 3 часа ночи What the fuck Что? What the fuck Что? Блин Так нет стоп я в это не верю Похоже нас не обманули И с этим телевизором явно что-то не так What the fuck Кому? Вот чего-чего Но этого я точно не ожидал Того что меня не обмануть Мне реально пришли этот адский телевизор С которым что-то не так Там какие-то демоны И звук Вы слышали звук? Как будто что-то мычит И мычить не просто Мычить от боли Как все и писалось Что блин это было? Я просто не верю своим глазам Но с этим телевизором похоже явно что-то не так И все было как написано в переписке Сначала все потухло А потом опять включилось И случилось уже это Я Я насколько в шоке И он встал здесь всю ночь Блин это просто Пиздец What the fuck Блин сейчас сзади меня работает телевизор Который блин тоже похоже из самого ада Сама суть не том что типа это адское Что оно сейчас у меня У меня был адский ноутбук У меня был адский телефон Сама суть того что телевизору уже больше лет чем мне Ему Блин ему лет 50 И он показал что-то из ада Адское тивили Что-то типа того У меня просто мурашки по коже сейчас бегут Потому что вот это Это реально жесть бро Скорее всего вы не верите в это Но бро я вам показал видео из камеры Из камеры В камеры я никак не вкину смонтированное видео Потому что камера будет показывать только то видео которое она сняла Поверьте это вам сказать любой человек который разбирается в любых камерах Камера показывает только то что снимала она Никакие другие камеры Не то что было скинуто с компьютера Окей бро Знаете что Я хочу собственными глазами увидеть то что было на этом телевизоре Но мне блин страшно Но мне нужна какая-то мотивация Поэтому если мы на этом видео наберем 8000 лайков 8000 Для вас это вообще просто То я останусь на ночь с этим телевизором И буду всю ночь его смотреть И возможно может даже увижу сам что происходит с этим телевизором Своими глазами Поэтому бро все в ваших руках На этом все бро С тобой был Сергей Олес Поставь лайк Ведь тебе это всего-то 2 секунды И 8000 лайков я смотрю на этот телевизор всю ночь А также бро подписывайся на мой инстаграм Ссылка в описании Специально для тебя оставил Там выходят очень страшные фотографии Поэтому быстрее подписывайся А также пиши мне в директ И я бро отвечу именно тебе Поверь Из тысячи человек или даже больше Я отвечу именно тебе Также бро подписывайся на мой канал Чтобы вступить в мою суприм банду Ведь предъявление суприм банды будет над всеми Кто не с нами тот под нами Так что бро все в твоих руках Либо подписывайся на мой канал Чтобы быть в такой крутой банде Либо быть под нами А также бро Рассказывай об этом видео своим друзьям Чтобы они подписались на мой канал И вступили в суприм банду Ведь это как-то не круто Ты в такой крутой банде, а твои друзья нет Поэтому бы с... И да, бро, вот коммент из-под прошлого видео Господи, ты, выглядись, какие они шикарные Если бы я мог, я бы обнял каждого, кто написал эти комментарии И, бро, не расстраивайся, ты тоже можешь в последующее видео всего то, что тебе стоит нажать на лайк, колокольчик А затем написать комментарий, и ты уже в следующем видео Вот такой вот, бро, простенький билет ко мне в видео Лайк, колокольчик, и ты уже в следующем видео Почему лайк, колокольчик? Потому что я проверю Как бы это главный пункт, чтобы попасть ко мне в видео Лучше напиши сразу несколько комментариев Поверь, я знаю Оставайся таким же шикарным, бро Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok